В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии Айнур Мирханова. Сортоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. 112 преступлений против несовершеннолетних было совершено в Алматинской области с начала года. 62 из них сексуального характера. На пороге открытия. 17 августа начнут работать многие предприятия сферы торговли, производства и услуг. Но при одном условии. На долгую память. Новый арт-объект появился в Талдыкургане. 112 преступлений в отношении несовершеннолетних зарегистрированных в Алматинской области с начала текущего года. Это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество преступлений выявлено в Вилийском, Жамбылском, Искельдинском и Уйгурском районах. Против половой неприкосновенности совершено 62 преступления. И хотя это также меньше прошлогодних показателей, самым главным пугающим обстоятельством является тот факт, что в большинстве случаев насильниками являются близкие люди. Или что еще страшнее, сами родители. По видам совершенных преступлений у нас совершено 20 изнасилований, 11 насильственных действий сексуального характера, 29 половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и 2 факта развращения. Проведенный анализ преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, показал, что в основном они совершаются людьми из близкого окружения потерпевшего. То есть знакомыми у нас 47 совершено, родственниками 7, отчимами 2, отцами 6 – это лица, в основном которым потерпевшие доверяют и не ожидают от них насилия. Почти в два раза выросло количество административных правонарушений в Алматинской области. С начала текущего года зарегистрировано 186 тысяч фактов. В числе нарушений мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных и торговля в неустановленных местах. Общая сумма штрафов составила 1,5 миллиарда тенге. По семейно-бытовому насилию рассмотрено 1830 дел. К уголовной ответственности привлечено 58 человек. Работа ведется слабо, заявил первый заместитель Акима Алматинской области. Лизат Турлашев поручил ответственным органам разработать новые механизмы для решения проблемы. «Молодежь вечерами ходит по улице, нарушает карантин. Возьмите этот вопрос на особый контроль. По семейно-бытовому насилию и мелкому хулиганству также необходимо отработать. Кроме того, усильте работу по сокращению фактов насилия против детей. Поручаю Акимам районов, где наблюдается наибольшее количество случаев, предпринять должные меры. Необходимо в школах проводить классные часы, беседы с родителями, усилить работу психологов». На пороге открытия. 17 августа в стране ослабят карантин. Уже с понедельника свои двери откроют торговые дома, центры, рынки, салоны красоты и фитнес-залы. Однако соблюдение санитарных требований никто не отменял. Что и как, расскажет Алексей Цой. За последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом снизился с полутора до половины процента. Как отмечает главный государственный санитарный врач региона, все это благодаря оперативно принятым мерам. В связи с чем новое послабление коснется большей части объектов предпринимательства, но при условии соблюдения строгих санитарных требований. «Учитывая пожелания общественности и представителей бизнеса, мы постепенно будем смягчать карантинные меры. Разрешим работать торговым домам, откроем летние площадки. Но при условии, что жители области и представители бизнеса должны строго соблюдать основные правила безопасности. То есть не создавать массового скопления людей, соблюдать дистанцию и масочный режим». На сегодня по Алматинской области приостановили свою деятельность более 5000 субъектов бизнеса. Порядка 80% из них готовы к открытию. Это значит, что люди с понедельника начнут возвращаться к прежней жизни. Так, 17 числа возобновят работу торговые дома, окрытые рынки, летние площадки, салоны красоты, фитнес-центры, бани и сауны. Однако для начала работы предпринимателям необходимо подать заявку на портал infokazachstan.kz. «Все предприниматели должны через портал infokazachstan заявку подать своим электронным ключом и там выбирать вид деятельности. Если он выберет ресторан, а ресторан уведомительного характера, тогда сразу система ему выдаст электронные разрешения со штрих-кодом уникальным. А если объект, который требует выезда, у него будет стать ваша заявка принята, ожидайте приезд мониторинговой группы». Что касается развлечений, о них позже. Пока сохраняется запрет на работу караоке, клубов, баров, кинотеатров, бассейнов. По-прежнему нельзя проводить зрелищные, спортивные, торжественные, в том числе семейные мероприятия. Стоит отметить, на ближайшие выходные ограничительные меры сохранятся. Официальное постановление главного санитарного врача региона выйдет в понедельник. Алексей Цоя, Блайкутыкбай, Телеканал ЖТСУ. В Алматинской области 4781 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Темп прироста заболеваемости за последние две недели заметно снизился и составил полпроцента. Общаясь с представителями СМИ на площадке ЖТСУ-Медиа, руководитель областного управления здравоохранения Умерзак Ниазбеков отметил, что уменьшение количества больных и резкое сокращение летальных исходов стало возможным благодаря открытию по инициативе главы региона двух ситуационных центров. За последнюю неделю количество тяжелых пациентов уменьшилось на 32%. Улучшение состояния наблюдается у 20%. В целом, в связи со снижением загруженности стационаров, количество инфекционных и провизорных коев сокращено более чем на 1000 единиц. Рассказал спикер также и о подготовке к возможной повторной волне коронавируса в осенний период. «Проводится активная работа по закупу медицинского оборудования тяжелого. Из выделенных средств местного бюджета мы планируем закупить 12 рентген-аппаратов. Также создан стабилизационный фонд, где совместно УПИР и СПК ЖТСУ планируется закупь лекарственных средств для поддержки частного аптека». Стоит отметить, что на сегодня для оказания экстренной помощи в Алматинской области задействованы 165 бригад скорой помощи и до конца года будет закуплено еще 100 карет. Для лечения больных задействовано 3455 медицинских работников. Всего из средств республиканского бюджета, как отметили представители Фонда социального медицинского страхования, на доплату медработникам выделено 2,8 млрд тенге. Без вины виноваты. По стечению обстоятельств подрядной организации, проводящей текущий ремонт на улице Кунаева, стали заложниками ситуации. Пока одна стройбригада не выполнит свои обязательства, вторая не сможет приступить к асфальтированию дороги. Однако неудобства из-за этого терпят водители и пешеходы. Когда будет сдан злополучный участок дороги, узнавали наши корреспонденты. С апреля месяца вся дорога в разбитом состоянии. Не то, что людям ходить, машинам неудобно проезжать через эти ямы. Я не знаю, кто отвечает за это, но поскорее бы уже отремонтировали эту улицу. Больше трёх месяцев эта дорога в разбитом состоянии. Тут бордюры меняли. Для чего? Вы, например, не по бордюру же передвигаетесь. Лучше уж дорогу побыстрее сделали бы. На данном участке дороги по улице Кунаева параллельные работы ведут сразу две организации. Ещё в апреле ТОО «Гордорстрой» начал замену бордюров. В разгар рабочего процесса к ним присоединилась ТОО «ПСК Гранд-Центр», занявшийся модернизацией орычных лотков. Вследствие чего первый подрядчик был вынужден приостановить работы. Мы дальше второй квартал начали делать, а здесь работы пока приостановлены. Вот на этом участке, как только они закончат прокладку орычных лотков, мы готовы в любой день. Если они сейчас остановят работу по лоткам, мы завтра можем, послезавтра можем начать работу здесь. У нас здесь всё готово, у нас только подготовить основание и положить асфальтобетон осталось вот на этом участке. Общая сумма, выделенная на реконструкцию орычных сетей областного центра, составляет 736 миллионов тенге. Их длина – более 37 километров. Всего 57 участков. По плану полная замена завершится к февралю следующего года. В этот список входит и орычная система улицы Кунаева. По проекту на улице Кунаева подлежат замене около полутора тысяч метров орычной сети. На сегодняшний день замена орыков идёт к завершению. Сейчас ведутся только восстановительные работы. Почему процесс затянулся по времени? Из-за того, что пришлось выкорчевывать корни деревьев, а также встречались телекоммуникационные линии, кабели электросетей. Но в основном работы идут согласно плану. К началу следующей недели город Оргстрой уже может приступить к своим обязанностям. Касательно асфальтирования данной улицы от Желтовсан до Алматинской трассы, это протяжённости более 2 километра. Сумма по контракту составляет свыше 280 миллионов тенге. Данный проект мы по плану завершим до конца октября месяца. Мы хотели бы заверить всех горожан, что в ближайшее время, то есть со следующей недели мы уже начнём асфальтирование данной улицы и, конечно, постараемся её выполнить в срок. До конца октября месяца полностью мы это завершим. По заверению представителей Акимата, новое асфальтовое покрытие начнут укладывать уже со следующей недели. Ульмира Тимиргалева, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. На радость людям в моногороде Тикеле в парке установили 67 опор освещения. Особенность их в том, что заряжаются они от солнечного света и включаются исключительно тогда, когда стемнеет автоматически. Это пятый проект, реализованный в рамках программы «Дорожная карта занятости». На его реализацию выделено 18 миллионов тенге. Трудоустроено через центр занятости 13 местных жителей. Отмечу, это не единственное преображение Тикеле по АДКЗ. По программе в городе реализуются еще 13 проектов. На эти цели выделен 1 миллиард 837 миллионов тенге. Ранее на центральной площади установили флаг «Штокс» с государственным флагом Республики Казахстан. Жители города очень радостные, довольные. Почему? Потому что это самое любимое место горожан города Тикеле. Это набережная реки Каратал. Постоянно здесь люди гуляют. Молодые с детьми гуляют, пожилые гуляют. Люди здесь ходят. Скандинавская ходьба я часто вижу. Единственная просьба, я хочу воспользоваться вашим экраном и хочу обратиться к жителям города, чтобы они бережно относились, чтобы вандалы все это не ломали, не крушили. Это делается для вас, для горожан. Мы здесь каждый день до обеда ходим километров 10-12, после обеда километров 10. Здесь по набережной прогуливаемся. И я хочу сказать, что благодаря Акиму, который для нас все делает, для благоустройства города все делает, и хочу его поблагодарить. И город у нас с каждым годом все краше, все уютнее становится. Потому что Аким, мы именно благодаря его усилиям, нам так здесь уютно жить, комфортно здесь. Портрет в 15 метров. В Талакургане появился новый арт-объект. Он посвящен выдающемуся журналисту страны. Бейсен Куранбек был лауреатом премии президента и видным деятелем культуры. До конца жизни работал генеральным директором телеканала ЖТСУ. В 2018 году под его руководством организация была признана лучшим региональным телеканалом страны. Создание Мурала поручили группе художников из Алматы, несколько лет занимающейся арт-объектами по всей республике. Организаторы создания арт-объекта города решили увековечить память о человеке, чей вклад в развитие областного и национального телевидения неоспорим и со всей ответственностью отнеслись к поставленной задаче. Место для Мурала выбрано не случайно. Нанесенный на стену многоэтажки, стоящий на пересечении оживленных улиц Конаева и Балапанова, не останется незамеченным. Но главная суть в символизме. Прямо напротив – здание телеканала ЖИЦУ, где Бейсен Хуранбек проработал в общей сложности 10 лет. Наша группа занимается созданием арт-объектов уже несколько лет. Мы восхищаемся деятельностью Бейсена Абаевича. И поэтому, получив заказы от Акимата на создание Мурала, мы имели личные интересы в том, чтобы качественно исполнить работу. Коллеги вспоминают Бейсена Хуранбека как человека удивительной работоспособности, высокой отдачи, железной воли и особого такта. Его ток-шоу социально-бытового характера «Айтугаонай» и «Харикет» поднимали самые актуальные и животрепещущие вопросы. Поэтому зрители и телезрители с нетерпением ждали каждого выпуска. Чтобы увековечить имя известного константского журналиста Бейсена Хуранбека, мы от Акимата Алмартинской области и проектного офиса Рухани Жангру проявили инициативу, чтобы нарисовать мурал Бейсена Абаюча именно рядом с зданием телекомпании «ЖИЦУ», чтобы нынешнее поколение журналистов и также все журналисты и жители Алматинской области, да не только Алматинской области, но и жители Казахстана, видели и вспомнили о известном журналисте, что он был очень хорошим человеком, хорошим учителем и очень хорошим журналистом. У каждого города и местности своя история и свои герои. Бейсен Хуранбек был ярким культурным деятелем, внесшим огромный вклад в развитие областного и национального телевидения. Этот мурал лишь один из нескольких, но все они показывают, что земля ЖИЦУ помнит своих героев. Рустам Аралбаев, Аблах Тхпай, телеканал ЖИЦУ. Мангистау сняли на видео пылевой вихрь. Запечатлеть необычное явление удалось на месторождении Каламкас. Пользователи социальных сетей были удивлены увиденным. Напоминает торнадо, говорят они. А вот эксперты говорят, что волноваться не стоит. Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду при хорошо прогретой почве. В результате образуется завихрение с резко контрастными холодными течениями воздуха. Течения поднимают с земли пыль и песок. Данное явление локальное и не имеет разрушительной силы. Более 22 килограммов наркотиков обнаружено в авто в Жамбылской области. Согласно информации МВД РК, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности на автотрассе Западная Европа-Западной Китая остановили автомашину Деонексия. В ходе проверки автомашины с помощью служебной собаки по кличке Тея у 31-летнего водителя и 33-летнего пассажира жителей города Усть-Каменогорск обнаружено более 1 килограмма гашиша и более 21,5 килограммов высушенной марихуаны, задержанные во дворяные ВВС Кордайского района. По факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса РК. На неприятный запах по вечерам жалуются жители Шимкента. По словам горожан, последние несколько недель в воздухе стоит зловоние, из-за которого трудно дышать. Он идет с окраины и распространяется на половину города. После многочисленных жалоб экологи начали регулярные замеры воздуха в позднее время. Ими была выявлена превышенная концентрация аммиака и пыли. Подобные превышения вычислены в районе Самал-3 и в микрорайоне Нурсад, где в 6 раз превышена предельно допустимая концентрация аммиака. Экологи проверили и территорию индустриальных зон. Возле одного предприятия, занимающегося производством битума, концентрация углеводорода превышала ПДК. Специалисты намерены продолжить проверку, после которой можно будет подать в суд и привлечь нарушителей к порядку. Засушливое лето, двойная головная боль фермеров. Урожай гибнет под палящим солнцем, а в период вызревания зерновых рискует выгореть дотла. Во избежание пожаров департамент по ЧС совместно с пожарной частью номер 7 Жамбулского района проводят рейдовые мероприятия на полях. Подробнее в материале нашего корреспондента. В крестьянском хозяйстве Булашак началась жатва. Самый пожароопасный период. Непотушённые окурок или искра от неисправной техники могут не только свести к нулю результаты колоссального труда, но и угрожать жизни и здоровью тружеников полей. Сотрудники противопожарной службы работают на опережение. Проводят рейды, проверяют наличие огнетушителей в уборочной технике и рассказывают, как правильно действовать в случае пожара. Также отдел по чрезвычайным ситуациям призвал руководителей крестьянских хозяйств провести опашки шириной в 2 метра вокруг своих пассивных полей во избежание возгорания больших площадей. На сегодняшний день на территории Жамбулского района зарегистрировано 38 случаев загорания сухой травы с общей площадью 241 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество загораний уменьшилось на 29 случаев. Также идёт уменьшение площади загорания на 314 гектаров. В целях профилактики отделом по чрезвычайным ситуациям в Жамбулском районе созданы 4 мобильные группы, которыми проведено 36 рейдовых мероприятий на пассивных полях. Также регулярно проводятся беседы с руководителями крестьянских хозяйств. Агитационно-профилактическая работа в районе будет продолжена и в осенний период. Дополнили в отделе по чрезвычайным ситуациям. Власти Маврикия будут добиваться компенсации от владельцев японского судна Вакашио за нанесённый острову экологический ущерб. Для его оценки создана специальная комиссия, которая готовит соответствующий иск. 25 июня сухогруз, перевозивший около 4000 нефтепродуктов, врезался в рифы неподалёку от знаменитой лагуны Блюбей, сел на мель и дал течь. Прежде чем мазут с его борта был откачан, в море попало около 1000 тонн горючего. Оно разлилось вдоль береговой линии, в том числе в предохранных зонах. Борьбу с загрязнением отчаянно ведут тысячи жителей острова. Сооружают водные барьеры из листьев, соломы, сахарного тростника, собирают нефтепродукты из мелководия. Боевики, связанные с группировкой «Исламское государство», захватили портовый город Масимбиадепрая в богатом газовом регионе на севере Мозамбика. После серии атак джихадисты взяли его под свой контроль на рассвете в среду. Исламисты начали штурм города 6 августа и заняли несколько кварталов. Им противостояли подразделения морской пехоты правительственной армии Мозамбика. Военные оставили порт, когда у них закончились боеприпасы. Дополним, северные районы Мозамбика с 2017 года подвергаются нападениям джихадистов. В результате военных действий погибли более тысячи человек. Международное кинопроизводство возобновилось в Венгрии. Страна одной из первых в мире разрешила съемки, хотя и в условиях очень жестких ограничительных мер. Киноиндустрия играет важную роль в экономике Венгрии. Правительство страны предоставляет налоговые льготы иностранным кинокомпаниям, работающим с венгерскими коллегами, и помогает в организации съемок. Это делает будапештские площадки очень привлекательными и позволяет заработать на съемках ежегодно 30-40 миллионов евро. Здесь сейчас делают ставку на эпидемиологическую безопасность. За вклад в развитие спорта в Алматинской области нагрудными знаками и благодарственными письмами отметили лучших тренеров. Мероприятие организовано в преддверии Дня спорта. Как отмечают специалисты, за первые три месяца под руководством наставников спортсменами региона было завоевано около 70 медалей на соревнованиях всех уровней, и из них 8 атлетов получили звание мастера спорта международного класса, 50 – Республики Казахстан. В сравнении с прошлым годом этот результат значительно выше, и если бы не карантин, медалей и кубков было бы больше. Добавлю, День спорта в Казахстане отмечается в 3 воскресенье августа. Этот профессиональный праздник посвящен развитию спорта и спортивным достижениям страны. За последние два года в нашей области появилось много спортивных объектов. Это и площадки, и физкультурно-оздоровительные комплексы. В частности, можно отметить спорткомплекс Ушконыр. Также в восьми районах области строятся фоки. Семь из них в эксплуатацию сдадут в этом году. За счет созданных условий наши спортсмены показывают высокие результаты. Хочу отметить, что мы лидируем по количеству лицензий на Олимпиаду в Токио. Орден для меня значит многое. Очень приятно. Спасибо нашему управлению спорта и физико-культуры Алматинской области. Очень рад. Будем дальше продолжать работать в том же духе. Такова была информационная картина на сегодня. А я с вами прощаюсь. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова